АПЛОДИСМЕНТЫ Дискуссии, которые шли в течение вчерашнего дня и сегодняшнего дня, а их было 9 сессий, на которых обсуждали, упоминали об этом, и взаимоотношения культуры и бизнеса, вот Игорь Иванович Шувалов был модератором, театра, музыки, музейного дела, искусственного интеллекта, кинематографа. Дискуссии были острые. Сегодня под руководством председателя оргкомитета Татьяны Алексеевны Голиковой мы подводили итоги, и тем не менее ясно было, как сказал сегодня Михаил Соломонович Гусман, что мы не доругались во время этих дискуссий, и нужно продолжить. Вот такое продолжение, может быть, и есть. Я позволю себе в качестве узурпировать несколько права ведущего и задать первый вопрос. Все эти дискуссии показали, что действительно у культуры сегодня в многополярном мире, в мире меняющемся много проблем. Она, по сути, заново осваивает этот мир, и тем не менее, довольно часто слышны были слова о том, вовремя ли это. Мир полон напряжений, неопределенностей, военных конфликтов, регионы разных регионов планеты достаточно напряжены, и многое происходит в острой фазе, что называется. Вообще, уместно ли в это время говорить о культуре? Ну, старые присловия, что когда говорят пушки, музы молчат. Ваша позиция? Во-первых, по-моему, это перефразированное выражение Цицеронова, мне кажется, да? Когда стреляют пушки, законы молчат. Так, по-моему, лучше бы музы молчали. В оригинале, по-моему, так. Но это не имеет значения. Важно то, что как раз в такие моменты, на мой взгляд, чрезвычайно важно то, что вы делаете. Именно культура, и спорт, и культура являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно. А иногда просто невозможно. Поэтому ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной. За что я хочу вас сердечно поблагодарить. Это, во-первых. А вот мосты-то кто будет наводить? Военные с трудом это делают. И у политиков, и взаимные претензии, и взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее. Ну, там постоянная борьба и драка. И только у деятелей культуры, которые умные, они думают о будущем. И они наводят мосты. Вот это вот миссия культуры. Так же, как, кстати говоря, миссия спорта. А те, кто пренебрегают этим, или хотят перекрыть, сжечь последние мосты, вот это люди недалекие. И люди некультурные, так скажем. Они вообще не понимают, что это миссия культуры. Спасибо большое. Нет, нет, это не все. Не все. А кроме того, вот когда возникают большие острые конфликты, когда идет борьба за справедливость, за утверждение каких-то даже такими сложными инструментами, как вооруженная борьба, когда возникают такие моменты, они очень часто подталкивают как раз людей творческих к созданию таких произведений или искусства, которые на века остаются. Ну, вот, я не знаю, Шостаковича. Давайте возьмем Шостаковича. Когда город, Ленинград был в блокаде, родилась седьмая симфония Шостаковича, которая поднимала людей, которая транслировалась на передний край. На передний край блокадного Ленинграда. Или когда спортсмены играли здесь в блокадном Ленинграде в футбол. И это тоже транслировалось на передний край. Вот это, понимаете, это был такой подъем у людей, у народа. ВСИЛАЛ ВЕРУ В ПОБЕДУ. ВСИЛАЛ ВЕРУ В ПОБЕДУ. Или Твардовский писал замечательные стихи. Переклеевый, берег правый, снег шершавый, кромка льда и так далее. Ну, вот, трудно, читаешь, мурашки, до сих пор мурашки по коже. Или Лермонтова, Бородино. Мы читаем, я не знаю, люди моего поколения, они разбудим, мне кажется, любого человека. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная пожаром и так далее. Каждый помнит, каждый знает. Это вот в такие переломные моменты истории рождаются выдающиеся произведения искусства. Я очень рассчитываю на то, что и в наши дни мы это увидим. Спасибо. Спасибо большое. И, знаете, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге работал в Ленинграде тогда, в блокадном работал даже театр музыкальной комедии. И об этом, так сказать, недавнем фильме «Воздух» вспоминал молодой Герман. Люди шли туда, чтобы получить заряд бодрости, заряд действительно веры в победу. Вы упомянули в своем выступлении о том, что мы сделали для сирийской Пальмиры. И, конечно, эта тема, она до сих пор существует в повестке дня, проблемы остаются, и мы находимся в Эрмитаже, директор которого очень много сделал для того, чтобы этот проект был реализован. Михаил Борисович Петровский. Девочки, микрофон дайте, пожалуйста. Меньше 10 лет назад здесь, в этом зале, мы впервые о ней заговорили, говорили с вами, и мы видим результаты, много результатов, поврежденная Пальмира, и теперь готовый проект реставрации Триумфальной арки. Я очень надеюсь, что она скоро начнется, у меня есть вам отдельное письмо по этому поводу, но здесь еще и более общая вещь. Вот этот потрясающий проект, который признали даже в ЮНЕСКО, он построен на двух вещах, на опыте спасательной археологии нашей, советской, российской, и на искусственном интеллекте, который мы тут много обсуждали, без него нельзя было бы построить этот проект. Так, вопрос такой, готовы ли мы, потому что это требует большой поддержки государств, там и тут, распространить этот опыт на другие, может быть, территории Ближнего Востока, где-то тоже востребовано. Это и Ирак, это и Палестина, и Израиль, и там кругом все нуждаются, памятники в защите. Вот мы можем это продолжать дальше? Или пока так? Во-первых, хочу поблагодарить вас, ученых, с мировым именем и всех ваших коллег за то, что вы в свое время по просьбе правительства России взялись за Пальмиру и поехали туда, изучали на месте. Мне кажется, что наши ученые, наши музейщики действовали абсолютно по зову сердца, бесстрашно, вот и это заслуживает горячих аплодисментов зала. Спасибо большое. Я просто напомню, кто знает, кто-то нет, команда собралась и поехала в Пальмирово, в Сирию, там еще боевые действия шли. Они выехали, а там на этом месте просто стрельба началась. Так, чтобы было понятно. Люди фактически жизнью рисковали. Вот. Ну, для того, чтобы все-таки продвигать... Да, кстати, по-моему, там макет вы сделали и в Сирии передали, да? Да. Да-да-да. Большой... Да-да-да. Ну, я повторюсь сейчас, что Михаил Рич сказал. Создан большой, хороший макет, современный, компьютерный, передан в Сирию. Но, конечно, нужно начать такую большую работу, и мы, конечно, будем это поддерживать. Мы это сделаем. Будем работать. Первое. Второе, что касается других горящих зон, ну, конечно, нужно, чтобы были созданы условия для этой работы. Если говорить о Палестине, то о секторе газа, ну, конечно, какие-то еще там на работе. Я сейчас не буду сейчас давать никаких политических характеристик, у каждого свое мнение, вот, но там ужасные вещи происходят. Сейчас, уверен, условий для того, чтобы там работать, нет никаких. Вот. Вот. В Ираке, наверное, в отдельных регионах можно работать. Надо, разумеется, с местными властями провести соответствующую подготовку, но мы в состоянии это сделать, поговорить, и коллеги нас наверняка поддержат. Спасибо большое. Вы знаете, спасибо, Михаил Порисович, действительно, это такой выдающийся проект, который прозвучал на весь мир. Владимир Владимирович, я так буду иногда просто сразу говорят, не подхалимаш, а голая правда, что называется, оголенная правда. После вашего визита в Казахстан мои казахские коллеги стали говорить о том, что в России стали лучше писать о Казахстане, а в Казахстане стали писать лучше о России, поскольку это, ну, правда, поскольку здесь присутствует новый министр культуры и информации Казахстана Аида Гулыбалаева. Прошу, Аид. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ вопросы и креативной индустрии, которая тесно связана с культурой и новыми технологиями. Конечно, это продиктовано экономикой, продиктовано рынком, но, тем не менее, у меня такой вопрос. Не рискуем ли мы потерять сакральный смысл культуры в условиях, когда все сферы модернизируются, и здесь идет речь о классической культуре? Спасибо. То есть, способны ли современные технологии подменить то, что делает культура? Сегодня мы видим, что практически идет симбиоз, когда театр, театральные постановки классические ставятся на новый лад, или же идет симбиоз театра или цирка? То есть, практически здесь нет ли такой угрозы, что мы потеряем классическую культуру? Вы знаете, когда-то, когда синематограф появился, говорили, все, театр умер. Но не умер же. Он развивается. Настоящая культура никогда не умрет. Пока есть человек, с его сердцем и душой будет культура. А все остальное это может создавать новые возможности. Спасибо. В сфере музыки, электронной музыки, наверное, можно использовать. Я про спорт говорил, в спорте. Сейчас мы будем проводить соревнования новые, которые сочетают и классический спорт, и киберспорт. И, наверное, и в сфере культуры, современные технологические достижения создают какие-то новые возможности. Но это именно возможности основаны на творчестве. А это и есть основа культуры. Спасибо большое. Владимир Владимирович, вы сказали, что, и это известно, что в следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. недавний саммит БРИКС, на котором была с большим вниманием выслушана ваша речь, проходил в Йоханнесбурге, в Южной Африке. Здесь, тогда мы встретились с Зизи Кодве, с министром спорта, как раз это министерство, которое объявит спорт, культуру и искусство. И господин Кодве здесь, я прошу, дайте, пожалуйста, девочки, микрофон. Только чтобы наш гость мог сказать. Министр спорта, культуры и искусства Южной Африки Зизи Кодве. Пожалуйста, добро. Спасибо большое, мистер президент. Пожалуйста, получите революционные революции от людей и государства Суга-Африки. Мистер президент. Пожалуйста, поблагодарю вас за то, что вы привлекаете внимание к роли культуры как инструмента построения мостов мира. Мне кажется, это очень важно. В условиях сегодняшних вызовов понятно, что главный вопрос это справедливость. Особенно в условиях размывания однополярного мира. С каждой секундой и с каждым часом мы видим размывание этого старого миропорядка. Что касается контекста глобального севера и глобального юга, одна из способностей и возможностей достижения справедливости это построение многополярного мира. Каким вы его видите? Спасибо. Справедливым. Вы же сказали, что все идет к тому, чтобы повысить уровень справедливости. Вы знаете, я уже говорил об этом, это не, на мой взгляд, это не пустая фразеология. Все-таки вот то богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, оно в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве. И те преимущества, которые технологические, которые часть человечества получила в определенный момент, оно было использовано несправедливо, а для того, чтобы закрепить свое господство. И эта попытка сохраняется до сих пор. В этом вся суть происходящих событий. Если отбросить какие-то важные, но все-таки второстепенные вещи. В этом суть происходящих событий. Вы точно прямо в точку попали. Сделать мир более справедливым. И один из способов это многополярность. Каким это должен быть мир? Это мир, где учитывают интересы всех стран и народов. мир. И они не просто учитываются, а выстраиваются таким образом, чтобы сбалансировать интересы. Я сейчас не буду вдаваться в ряд происходящих событий, а то я до утра буду говорить о некоторых из них. Но смысл именно в этом сделать мир более сбалансированным и учитывать интересы друг друга. Вот именно это мы пытаемся сделать, скажем, в БРИКС. Я хочу сейчас вернуться к тому, как проходил последний саммит. Я с удивлением наблюдал, как его вел президент ЮАР, господин Рома Фузов. Я скажу вам, почему с удивлением, потому что одна из основных тем было расширение БРИКС. И вот были разные подходы, разные точки зрения. Делать это вообще, расширять организацию, не расширять, как это сделать и так далее. Но не знаю, он, наверное, раз в 50 вернулся к этой теме, хотя участники саммита, они, имея разную позицию, уходили в одну сторону, то в другую. И он так очень аккуратно, интеллигент, и очень дипломатично, все время возвращал всех опять к центру поля. И в конечном итоге мы решили эту проблему. В принципе, вот это очень хороший пример того, как можно и нужно, не навязывая какую-то точку зрения, а искать компромисс и добиваться его. Вот так построена в целом организация БРИКС, которая не является каким-то блоком, тем более военным, но создает условия для достижения взаимопонимания. Вот по такому пути надо идти. Так мы будем работать. И в том числе в рамках БРИКС, председательство, в котором переходит к нам с января следующего года. спасибо. Владимир Владимирович, вот я задам вопрос, уточняющий, для меня лично, для меня это загадка все-таки. Когда в БРИКСе пять стран добиться какого-то компромисса, услышать каждый голос возможно, а когда будет одиннадцать, а потом на очереди еще двадцать, это как это можно будет делать? Как расслышать голос каждого и учесть интересы каждого? Это сложно, но к этому надо стремиться. Дайте, да. Просто другого пути для достижения компромисса не существует, а другой путь нам хорошо известен. Это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим. Деление людей на первый и второй сорт, как мясо. Мясо первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно. Это неестественно. Спасибо большое. Вы как раз сказали надо услышать всех. В этом году мы отмечаем, что 25 лет со дня основания Московского художественного театра у Станиславского есть одна заповедь замечательная. Когда выходишь на сцену надо играть другого. Вот наверное услышать это все в этом есть такая и высокая политика тоже. Константин Хабенский я хотел дать ему слово он просил и в связи с тем что выступал Аида Гулымна Балаева они большим успехом как раз Московский художественный театр выступал имени Чехова выступал в Казахстане в этом году в том числе на Байконоре день Московский художественный театр это то место где бережно относится к традициям русского психологического театра но не буду скромничать мы не просто бережно относимся мы еще и практикуем каждый вечер на сцене эту историю это то место где достаточно серьезно занимает позиции благотворительность мы рассказываем о наших нашим зрителям о тех благотворительных проектах которые поддерживают актеры труппы художественного театра это то место где происходит постоянный творческий поиск это то место где мы ищем новые имена режиссеров драматургов формы я хочу сказать одним словом это то место где как и 25 лет назад собрались люди неравнодушные и к делу и к жизни я хотел сказать вам большое спасибо за поддержку нашей идеи по празднованию 125-летия и именно благодаря вашей поддержке и правительство мы смогли практически на 100% реализовать те планы которые были озвучены нами год ранее это и премьеры это и циклы передач это и большая дружба с Роскосмосом мы поднялись на орбиту там Олег Каноненко и Николай Чуб передали привет поздравили и сейчас возможно смотрят спектакль художественного театра в видеоформате это и метрополитен мы зашли туда с брендированным поездом для того чтобы те люди которых нет возможности посетить театр чуть-чуть почувствовали себя причастными к миру московского художественного театра к его истории и так далее это конечно же и гастроли и в том числе международные гастроли конечно же мы были и показывали вам именно школу русского драматического театра которую невозможно заменить никакими технологиями можно улучшить но заменить нет конечно у нас готовятся и гастроли в Японию весной и в Китай и сейчас я встретил представителя Бразилии и мы уже начали сейчас разговаривать о гастролях в Бразилии мы там были наверное лет 20 назад последний еще с Олегом Павловичем но московский художественный театр при всей той бурной жизни которая сейчас там существует это только маленькая часть конечно знаковая и значимая в большом культурном пространстве вопрос следующий как вы думаете как вы видите или как бы вы хотели видеть проекты или пути развития я сейчас не буду говорить про театр это достаточно маленькая структура скажу про российскую культуру вот в условиях многополярного мира как бы вы хотели видеть вы знаете вот в этой аудитории я могу говорить только как рядовой гражданин я же не театрал не культуролог я бы хотел чтобы культурам России как значимая часть естественным образом вплетающаяся в мировую культуру продолжала развиваться на своей собственной базе вот я сейчас говорю прямо то что в голову приходит и в то же время выбирать все самое лучшее что есть в мировой культуре приумножаться таким образом и идти вперед в чем-то показывая свое лидерство а в чем-то понимая что наши партнеры достигают особых высот что вполне естественно ориентировалась бы и вполне сознательно и нисколько не смущаясь ориентировалась бы на эти лучшие достижения мировой культуры чтобы вот в этом симбиозе и шло развитие национальной российской культуры имея в виду что она сама по себе по сути многогранна и многонациональна и вот в этом ее глубина ее корней находится опиралась бы конечно прежде всего на эти корни но смотрела и шла вперед вот примерно так спасибо Владимир Владимирович скажите пожалуйста в следующем году мы будем председательствовать в Бриксе и председательство в СНГ какие с вашей точки зрения проекты в культурной сфере могут вызвать ну интерес вот таком именно в год нашего председательства в этих двух организациях я сейчас не вспомню конкретные там названия этих проектов но часть вот эта часть взаимодействия в гуманитарной сфере в сфере культуры всегда находится в поле зрения и всех наших всех наших партнеров по СНГ тем более что ну что такое СНГ это же части бывшего Советского Союза мы сотнями лет жили вместе под крышей одного общего дома столько судеб переплетено столько столько культурных начал столько знаний в сфере культуры в области народного творчества столько почитателей и любителей творчества различных народов бывшего Советского Союза сохранилось на территории Российской Федерации и в других государствах СНГ потому что там же живут носители этого языка и этой культуры мы об этом никогда не забываем и безусловно будем всегда уделять этому серьезное значение так же как и наши общие общие истории многие многие традиции мы считаем общими и культурные корни считаем общими поэтому я сейчас не буду перечислять у нас в планах это все есть но если вот вы и коллеги присутствующие в зале считают что нужно на что-то обратить особое внимание мы это сделаем вот в конце декабря мы по традиции кстати говоря в Петербурге собираемся с коллегами из СНГ обязательно обсудим и это поэтому у меня к вам просьба вот с коллегами пообсуждайте пожалуйста и дайте нам такую наводку что бы вы хотели видеть в нашей совместной работе спасибо огромное потому что действительно много проектов начиная от Евразийской Академии киноискусства с которой выступил Никита Сергеевич Михалков да киноакадемии которая связывала нас с китайским киноискусством ну и так далее и так далее включая такой вариант большого телевизионного проекта популярной музыки словом тут много всего и одним из таких энтузиастов взаимоотношений с российской культурой всегда уступал Эмир Кустурица Эмир Кустуриц сколько я сказал про кинематограф ну вам и слово девочки если можно побыстрее донесите микрофон спасибо спасибо но 20 лет назад глобалисты нам обещали что будет культурной розницы наконец получилась сексуальная розница философильм изменил форму если 20 лет назад увидите такой фильм типический у него был такой аутентический язык язык изменил как все изменилось язык кинематографа сейчас это язык реклам и я думаю что будущее в русском фильме потому что я приехал до России и буду делать лавр водолазкина и буду делать Достоевского это будет то как я думаю и что я чувствую в вашей культуре я думаю что надо чтобы фонды сделали кинематограф который оригинальный русский кинематограф 20 лет назад Москва взгляд Москвы был как Хьюстоне были бильборды были такие голливудские фильмы но русский фильм советский фильм когда я был студентом в Праге я позорвал Шукшина я читал Платонова читал многие книги которые никогда не были сняты в России я никогда не видел фильма Шостаковича у вас столько много хороших авторов которые не были в кинематографы я думаю что это будет русский русская культура в русских источниках два буду делать сам я очень рад что здесь что могу сказать что я думаю что будущее в том оригинальности и в том что отмена русской культуры на западе невозможно спасибо вам спасибо большое вам за ваше творчество за то что вы обращаетесь к русской культуре и ваши планы связанные с этим это это очень приятно и уверен просто что это будет очень интересно будем все ждать результатов потому что все к чему кустури соприкасается все становится бриллиантом вам большое спасибо что касается первой части то вот да действительно мы видим что на всяких конкурсах там в западных странах для того чтобы что-то выиграть нужно либо рассказать написать либо показать из жизни сексуальных меньшинств трансгендеров трансформаторов много всяких названий но вот что я хотел бы сказать неожиданную вещь скажу и они тоже эти темы эти люди имеют право на то чтобы выигрывать показывать рассказывать потому что это тоже часть общества это тоже то чем живут люди плохо если только они выиграют конкурс вот это ни к чему но это вот стремление к равноправию о котором говорил по-моему министр культуры министр культуры южноафриканской республики оно это равноправие должно быть везде во всем вот в том числе вот в конкурсах в сфере культуры спасибо наконец наконец мы вышли на важнейшую тему все-таки все сразу оживились в этом зале поскольку мы на балканах то я хотел бы чтобы Ивенко Андановский хотел несколько слов сказать это замечательный югославский северомакедонский писатель который недавно стал лауреатом премии Яснополяна деточка вот иди сюда иди иди ко мне я тебе покажу вот уже пришла еще одна там уже другая деточка подошла да еще Венка попросил говорить по македонски поэтому будет перевод сразу такой несинхронный просто будет перевод в микрофон спасибо уважаемый Владимир Владимирович мой вопрос вызван некоторой тревогой в связи с недавними опрометчивыми дипломатическими действиями страны из которой я приехал нынешней республики Северная Македония по отношению к Российской Федерации и эти неприятные дипломатические события произошли как раз в тот момент когда мой роман Пуп Света в переводе Ольги Панькиной оказался в коротком списке престижной международной литературной премии Ясная Поляна Честно говоря я никак не ожидал что у меня есть шансы получить эту престижную награду но оказалось что великая русская культура без которой невозможно мировая литература функционирует как автономный культурный организм и мое предположение о том что я не получу награду было просто демонтировано Я очень рад что я вот сейчас здесь на этом значимом международном культурном форуме очень рад что русская культура независима автономна и существует без всякого реваншивства Я очень рад что я здесь Судя по тому что мы тут видим о чем говорим мы можем сказать что мы все верим что культурное объединение мира возможно и у меня вопрос такой какова роль славянских стран в этом мировом объединении культур и второй совсем короткий вопрос если бы вы были писателем на какую тему сейчас вы написали роман и как бы его назвали спасибо значит во первых что касается от того события о котором вы сказали вы знаете у нас деятельность в этой сфере она максимально дополитизирована действительно и я вас поздравляю прежде всего с этой наградой с этой премии надеюсь вы не рассердитесь на меня но я об этом первый раз услышал узнал это лишний раз подчеркивает что государство не имеет к этому никакого отношения это вот коллеги к толстому это премия ясная поляна в ясной поляне я сдал сейчас невольно вашего советника но это так ну советник и слава богу но он не приходил не спрашивал никакого разрешения это он советовался с коллегами со своими да это коллегиальное решение было насколько я понимаю я во всяком случае об этом ничего не знаю первый раз слышу и я очень рад что это произошло еще раз поздравляю с этим это первое второе значит что касается славянской культуры здесь так же как и в случае с трансгендерами искусственными меньшинствами значит что хочу сказать нельзя ничего выпячивать нельзя вести себя ни в коем случае агрессивно кому бы то ни было кому бы то ни было то же самое касается славянской культуры славянская культура неотъемлемая часть европейской и мировой культуры причем очень яркая самобытная и разумеется так же как русскую культуру невозможно ее отменить и сделать вид что она не существует выпячивать ничего не нужно нужно гордиться своими достижениями нужно нужно не бояться сотрудничать сегодня не бояться под зорким значит и суровым взглядом каких-то деятелей от политики потому что люди которые пытаются запретить это общение запретить деятелям славянской культуры общаться между собой они я прошу прощения если пораню слух чем-то значит людей из области культуры но они просто придурки понимаете это просто ненормальные люди кто пытается запретить общение деятелям культуры между собой поэтому надо встречаться вместе работать гордиться достижениями вместе смотреть в будущее потому что у славянской культуры конечно есть общие корни это очевидная вещь но не забывать о том что это значимая но только часть общей огромной мировой культуры и с уважением относиться к своим друзьям и коллегам из других сфер деятельности из других регионов мира вот так насчет и насчет Романа вы знаете я думаю что здесь так же как и в политике нет сослагательного наклонения если бы то было бы совсем другое понимаете вот понимаете вот здесь вижу что меня некоторые поняли но я боюсь ошибиться просто вот в такой аудитории тем не менее по-моему в истории там был случай когда по-моему Горький если я ошибусь то вы меня простите и поправите Горький по-моему пришел к Толстому его Лев Николаевич спросил о чем он о чем пишет он говорит не пишу почему не о чем писать он говорит пишите о том почему не о чем писать это глубокая вещь и но сегодня очень много тем ну как бы как бы внешне не смотрелась наша сегодняшняя жизнь всегда во все времена на переломных значит моментах истории или в застойные времена всегда есть вечные темы и одна из них любовь после этого можно сказать все исчерпано мы закрыли форум но все 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 Продолжение следует...